Итак, зачатие детей. Для большинства людей это означает просто секс. Зачатие детей — это не секс. Зачатие детей — это приглашение в нашу семью нового близкого человека. Вот не было — и появился. Это означает зачатие детей. Это ритуал. Ритуал связан с древним словом в санскритке — «рита». Двумя «т», по-моему, «рита». Означает вселенский ритм. То есть есть ритмы, высшие ритмы. Высшие ритмы какие-то. Они создают в нашей жизни ситуации торжественные. Я когда был в Индии, буквально три или четыре дня назад я общался с своим очень хорошим другом. Он родился в семье священников. Уже родился в такой семье. Я родился в семье алкоголика. А он родился в семье священников. В этом разница между нами. Он очень возвышенный человек. И интересно, как Бог строит с ним отношения. Его наставник уже ушёл из этого мира. Он пришёл во сне к его жене. И она тоже, это тоже её наставник. И он посмотрел на неё и сказал, «Понеси мне воды». Она побежала за водой, пришла, и он исчез. Она пришла с водой, но его не было уже. Там лежал маленький ребёнок, мальчик. В этот день она забелевелена. Такие отношения у меня с Богом. Бог предупреждает таких людей о том, что пришёл в твою жизнь. И этот ребёнок сиял, он был необычный. Возвышенный очень ребёнок. Я смотрю на этого ребёнка, вижу, что он очень возвышенный. Это означает правильное понимание, что такое зачатие детей. Смотрите, для нас зачатие детей — это секс просто. означает, что мы никого не приглашаем в свою жизнь. Придёт тот, кто придёт. Так? А потом мы из этого чувствуем трудности, что ребёнок сердцем как бы не резонирует с нами. Но мы хотели этого или нет в своей жизни? Мы совершили этот ритуал. Мы готовились к этому. Мы хотели серьёзно подойти к этому вопросу. Не факт. Результат тоже такой же. «Зачатие детей» начинается задолго до зачатия детей. Первое, что нужно сделать, нужно установить отношения. Мужчина и женщина должны стать близкими друг к другу. Близость не может наступить, если люди жестоко бросили до этого кого-то. Она просто не наступает в этом случае. Если мы совершили какой-то злой поступок в прошлых отношениях, то в этих отношениях к семье не будет. Для того, чтобы она возникла всё-таки, нужно раскаиваться. Нужно совершать вот эту практику покаяния внутреннюю, чтобы Бог дал возможность ещё один шанс. «Ещё один шанс мне строить отношения семейные». Не отношения сексуальные, половые, а семейные отношения — это что-то другое. Многие люди даже расписанные живут просто для того, чтобы половые отношения строить друг к другу. Когда приходит время, половые отношения всегда постепенно таят. Счастье от половых отношений тает в семейной жизни, духовное счастье увеличивается. То есть высшие центры активизируются больше при правильных отношениях, а низшие постепенно угасают. При неправильных отношениях низшие центры угасают, потому что всё равно секс сначала самый сильный, потом послабее, потом ещё слабее. То есть теряется счастье от секса постепенно в семье. Становится как какая-то обязанность, как в магазин сходить, допустим. Становится просто обязанностью всё. Даже потребностей нет часто у людей, просто обязанность. Особенно у женщин часто так бывает. Но если люди живут для этого только в семье, их семья создана только для этого, значит, она неизбежно разрушается, потому что результат не достигается со временем. Зачем нужна семья? Поэтому 80% браков распадается сейчас. Причина распада — это неправильное понимание, что такое семейная жизнь, зачем она нужна вообще. Это всё понимание пропитано, все фильмы, которые мы смотрим, читаем Фрейда, глубокий философ семейных отношений. Почему-то вся глубина у него идёт вниз. Обычно глубина идёт вверх. Но у Фрейда почему-то всё вниз убьёт. И получается, что самое главное, оказывается, у человека в жизни — это половое желание. Это основа человеческого существования, вообще половой желания. самое глубокое, что у нас есть вообще. Тут же ничего нет — половое желание. То есть мы не души, которые сотканы из желания любить, служить, заботиться, верить, быть верными, быть добрыми и так далее. И это даёт счастье. А оказывается, главное — это просто половое желание. Так примитивно оказывается всё. Видите, в философии иногда бывает неправильное. И это потом создаёт неправильное понимание. Смотрите, весь мир крутится сейчас вокруг этой идеи. Все филы, всё, что мы видим, мы видим вот эти половые отношения, как основу отношений. Очень редко, когда мы видим верность в отношениях, настоящую любовь и так далее, что-то возмышленное, редко показывают нам такое. В основном мы видим что-то другое. Просто красивые люди строят отношения друг с другом и наслаждаются этими отношениями. Красивые внешне. Потому что есть ещё внутренняя красота. И когда у меня есть любимый человек в Индии, это одна русская женщина, ей сейчас 73 года, мне почти нет зубов. Вот так вот. Её не только я люблю, её многие любят. Она такая чистая, добрая, красивая, вся спорченная внешне. 73 года уже живёт. в жарком климате, такая вся сморченная, без зубов. Очень красивая. Означает, правильное понимание вещей. Ну сколько у женщины красоты, сколько она будет литься? Ну максимум, там, до 35 лет, прям ярко выраженная красота. А потом постепенно гаснет. Некоторые натягивают кожу, там, ну делают что-то, с этой коробкой наружной, в которой мы живём. Ну, это не способ развивать красоту. Надо внутрь уходить в отношения. Внутрь. И вот если это внутрь не уходится, тогда о зачатии детей говорит преждевременно. Потому что у женщины не появятся потребности, понимаете, женщина должна почувствовать, я хочу ребёнка от этого человека. Вот очень сильно от этого человека хочу. Означает, уже что-то произошло в отношениях. Чаще всего женщины боятся, боятся иметь детей от этого человека. А кто, почему он? Он не любит меня, он меня использует от того, что люди неправильные отношения строят, поэтому сейчас процветают гражданские браки, гостевые браки всякие. И очень сплошной брак в этом вопросе. И это плохо. Потому что мы должны как-то разобраться, зачем нам нужна эта жизнь, что такое семья, для чего она нужна вообще, кто у нас будет рожаться. Веды говорят, что в каком состоянии сознания люди зачинают своих детей, такие дети приходят. И это описывается подробно на тонком плане. Что само половое желание мужчины к женщине означает, что есть какая-то душа, которая хочет жить. Вот само половое желание. Мужчина смотрит на женщину. Что такое женская красота внешняя? Означает, что она может зачать ребёнка. Она может зачать, значит, она красивая. Женская красота означает только это. Если женщина не может зачать, то не меньше красоты уже. Женская красота означает, только это мужчина смотрит. Половое желание, что такое? Это сила души, которая хочет родиться. Он думает, это кайф просто, это просто кайф, он думает. Потому что половое желание, это просто кайф. У меня и всё. Он так думает, мужчина. Но он не знает, откуда этот кайф берётся. Есть на тонком плане души, которые хотят родиться. Их много, они в очереди стоят. Души в тонком теле живут, ждут воплощения в грубом теле. И душа попадает сначала в сердце мужчины, в сердце возникает страсть к женщине. Означает, это сила души, это даёт такую страсть. Половое желание же приходит независимо от воли человека. Человек не то, что сам. Половое желание, как я, иногда нету. Человек хочет, а нету. Души думают, да, тут бесполезно, а не там резинки, сейчас пойдут в ход. Таблетки, бесполезно там, туда. Магазин закрыт постоянно на обед. Не работает. Половое желание, кстати, зависит от этого. И часто люди, которые вот сексом занимаются только для того, чтобы удовлетворять свои желания, потом приходят к ощущению, что тю-тю, не хочется. Вот красивая жена, у меня просто великолепие, само, ну, Бог создал великолепно. Никакого чувства нет. Почему? От чувства, от меня не зависит. Это желание души родиться делает это чувство. и поэтому половые отношения предназначены только для зачатия детей. от меня не зависит от того, чтобы уничтожить. Спасибо. 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 Продолжение следует...